Еще в начале года, когда начались проверки, нарушения выявлялись в разных городах, где цена за одну маску подчас доходила до 40 рублей. Сегодня положение иное. Но какие-то препараты приобрести непросто. В руках у Елизаветы список самых востребованных лекарств, их в списке 20. Среди них препараты, одобренные Министерством здравоохранения для амбулаторного лечения новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день противовирусные антибиотики. То есть вот из того, что называете, ну афлубин, наверное, не спрашивают, а основной ассортимент, да. Он востребован? Он востребован однозначно. А на сколько он доступен? На сегодняшний день бывают перебои с антибиотиками. Конечно, рост цен на некоторые препараты заметен. Я пью таблетки от давления. Они у меня стоят сейчас уже 800 рублей. Впрочем, препараты из предоставленного списка чаще всего находятся в зоне ценовой стабильности. Немногих лекарств нет. То есть, в принципе, вполне нормальные цены и лекарства есть. По итогам мониторинга молодогвардейцы составят рейтинг аптек с низкими ценами на основные препараты и антирейтинг там, где цены завышаются. Также в партии подготовили законопроект, который исключит ситуации с завышением цен аптеками. Сергей Берзин, Олег Степанов, Первый, Мытищинский.